Казахстанцы покоряют горные пики, достигают высот в спорте и культуре. О наших земляках пишут в мировой прессе и восхищаются их талантом. Среди них и юные дарования, которые проявляют свои необыкновенные способности и за пределами родины. В составе знаменитого венского хора мальчиков, которому более 500 лет, теперь есть первый казахстанец. С историей и традициями этого уникального коллектива знакомилась наш европейский корреспондент Майра Кабиева. Венский дворец Аугартен. В его покоях жили императоры, наслаждаясь этим живописным местом. В музыкальной гостиной выступали великие композиторы Моцарт, Бетховен, Штраус, Шуберт, Вагнер. Сегодня это историческое здание закрыто для посещений туристами. Более полувека назад оно передано всемирно известному венскому хору мальчиков. История этого уникального коллектива началась более пяти веков назад. В 1498 году император Священной Римской империи Максимилиан I своим указом включил в состав придворных музыкантов и хор мальчиков. С тех пор юным исполнителям аплодируют во всем мире. Сто мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет ежегодно дают 300 концертов. Впервые в этом коллективе появился представитель Казахстана, 11-летний Нурбахет Бахреддин. Главный художественный руководитель венского хора мальчиков Геральт Вирт считает это началом тесного сотрудничества с нашей страной. 10 лет назад мы стали принимать наш хор мальчиков из других стран. В этом дворце они живут, учатся по школьной программе и поют. И мы очень рады, что в нашем коллективе впервые появился представитель Казахстана. Нурбахет очень хороший мальчик, позитивный. И мы видим, как он успешно развивается. Надеемся, что в будущем мы побываем с концертом в вашей стране и выступим совместно с хоровыми коллективами Казахстана. В репертуаре венского хора мальчиков средневековые и духовные мелодии, классические произведения, поп-музыка и даже хиты Beatles, Queen, Abba. Занятие проводится на немецком языке. Нурбахет не забывает и о своей родной казахске. Нурбахет мечтал петь в знаменитом венском хоре. Для этого он успешно прошел все этапы конкурсного отбора. И уже во время решающего тестирования он исполнил гимн Казахстана. Из тысячи мальчиков, претендующих на одно место, комиссия выбрала Нурбахета. Педагоги и одноклассники называют Нурбахета просто нури. Так им удобнее обращаться не только во время хоровых занятий, но и в разгар футбольных матчей. Их ежедневный распорядок расписан по часам, но всегда находится время для занятий спортом. Нурбахет поделился и некоторыми особенностями их разминки перед пением. У нас в день идет 4 часа музыки. Сначала 2 часа, а потом перерыв, а потом еще 2 часа. Все делаем типа дождик, так называемый. И все на лицо, вон, хлопаем, чтобы тело было свободное. И все на лицо, вон, хлопаем, 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 хлопаем. Венский хор мальчиков исполняет и музыку тех стран, где выступает с концертами. А главными их сценами в австрийской столице стали залы Мьюзик Ферайна и Холбургская капелла. Майра Кобеева, Фил Моран, Хабар из Вены.